Василий Батыханович, Деда Крилла. Вы скажите, пожалуйста, за последние пять лет какие изменения произошли в туристическом секторе Чеченской Республики? Ну, изменения на самом деле произошли колоссальные. У нас даже с периода с 2017 на 2018 год добавилось очень много коллективных средств размещения. Там прирост составил почти 43%. Поэтому за пять лет говорить можно очень долго. И республика, действительно, и сама республика, и инфраструктура туристическая очень сильно преобразилась. И, кстати, очень сильно изменился контингент туристов. То есть, если раньше это были в основном туристы из России, из ближайших республик, будь то Ростовская область, Ставрополье, и те туристы, которые приезжали на курорты Ставропольского края, то сейчас это все больше и больше иностранцы. Причем те, кто впервые приезжает в Россию. Это очень важный факт. То есть, мы встречаем иностранцев, которые впервые посетили Россию. То есть, впервые получили российскую визу и сразу посетили Чеченскую Республику. А с какими странами сейчас у нас происходит взаимодействие и тесно-контакты? Заладывается это будет? Ну, в последние годы мы очень активно развиваем туристические информационные центры за пределами нашей страны. Открываем мы их на базе визовых центров. В этом году мы открыли туристический информационный центр в Эстонии, в Германии у нас уже был, во Франции и в Турции. В Германии, в городе Лейпциг мы открыли его еще в прошлом году. Помимо спортивного туризма, который сейчас мы обладаем, активно развивается, и экологически, в силу того, что у нас очень богатые природы, какие направления вы еще видите актуальными в исчезке? Они были актуальными и с появлением новых объектов, благодаря нашему главе у нас сейчас на территории Республики находится самая большая в мире мечеть, большая в Европе мечеть, самая крупная в Европе мечеть. Ну, я бы даже по красоте, наверное, оценил ее как самая красивая мечеть. И действительно, благодаря таким объектам большое количество туристов, которые интересуются религиозным туризмом, которые интересуются нашей архитектурой, их становится все больше и больше. Таким образом, у нас, получается, развиваются не только те виды туризма, к которым мы уже привыкли, но и новые направления. По большому счету, мы можем предложить на данный момент все, кроме пляжного туризма, вот такого морского в чистом виде. Сегодня у нас отмечается Международный день туризма, с чем мы вас поздравляем. Спасибо большое. Поэтому мы имеем в виду непосредственное отношение. Что бы вы отметили главного в своей работе и пожелали бы себе и своим коллегам? Ну, главное, я бы, наверное, хотел отметить, почему отмечается этот праздник, потому что туризм в мире сейчас занимает позицию не только с точки зрения экономики. Понятно, что многие страны, даже развитые страны, львиную долю своих доходов обретают именно с помощью туризма. Но основная функция туризма – это, конечно, гуманитарная миссия, то есть знакомство людей с одними традициями, обычаями, с другими людьми. И это, конечно, сглаживает острые углы, это позволяет по-другому относиться к миру, более уважительно относиться к другим культурам, познавать, погружаться в них, дружить и общаться. И вот это, наверное, основная миссия туризма, на самом деле, гуманитарная. И если, допустим, взять, к примеру, нашу религию, то, наверное, это единственная религия в мире, которая позиционирует туризм, по большому счету, потому что каждый мусульманин должен совершить хадж в Мекку. И если сейчас, в наше современное время, это очень удобно сделать, для этого нужны, помимо желания, определенные средства, можно сесть на самолет и долететь, то представьте себе положение мусульманина в 14-15 веке, который должен совершить этот хадж. И сколько людей из Чеченской испублики, сколько чеченцев отправлялось туда пешком, с караванами, с попутными, отправлялся в хадж, совершал это великое путешествие всей своей жизни, на самом деле. И я считаю, что в исламе как раз-таки очень четко чувствуется позиция братства и единения народов. То есть любой человек должен был пройти через огромное количество других государств, вне зависимости от того, какое вероисповедение люди проживают в этой стране, к какому культу они поклоняются, он должен был пройти, познакомиться, отдать частичку себя и чему-то научиться у других. Вот, продолжение этой темы. Вы отметили, что гораздо проще сейчас совершать вояж, поездки, благодаря возведению транспортной инфраструктуры в 20-м веке на дворе. Скажите, пожалуйста, какие направления транспортные развиваются, какие бы вы хотели, чтобы развивались, какие бы страны, города, чтобы вот это взаимодействие еще больше управлялось в свою жизнь? Вы знаете, у нас, вот благодаря нашему главе, на самом деле, его авторитету и тому, как к нему относятся главы стран Ближнего Востока, благодаря уважению к нему, у нас очень хорошие отношения выстраиваются как раз-таки сейчас с Ближним Востоком. Я очень надеюсь, что с появлением нового инфраструктурного транспортного хаба, нового аэропорта в городе Грозный, у нас появятся новые направления, будь то Саудовская Аравия, Китай и так далее. Я уверен, что регулярные рейсы в многие страны Европы у нас будут точно налажены уже в ближайшие годы. И глава уделяет большое внимание туризму, потому что понимает важность его как сферы экономики как раз-таки и важность того, что мы, наверное, в неком долгу перед миром показать нашу культуру, показать наши традиции, наш, скажем так, накопленный вековой опыт. Мы обязаны этим делиться и погружать, и знакомить, скажем так, весь основной мир с нашей культурой. Но при этом наша глава делает все, чтобы сохранить нашу культуру, наши традиции, вот как ядро, скажем так, внутри нашей республики, чтобы нам было что передать будущим поколениям. На самом деле это очень важно, и уже миссия туризма донести всему миру, что то, что о нас думают за пределами республики, то, как думают о нас за пределами даже нашей страны, тем более совсем не соответствует действительности. И миссия как раз-таки туризма, это чтобы люди приезжали в нашу республику, знакомились с чеченцами и понимали, да, что все это стереотипы, что это абсолютно не соответствует действительности. И многие... Я вчера посетил туристический форум в Беное, организованный молодежным движением Ахмат, совместно с нашим министерством, совместно с Министерством по делам молодежи. И могу отметить, что, когда я задал вопрос тем участникам форума, знают ли они, что в чеченской традиции, в чеченской культуре есть такое понимание, как наличие свободной комнаты в чеченском доме для гостей, которая всегда оборудована, всегда ждет гостей, и что чеченцы при приготовлении пищи всегда готовят ее с запасом, на случай, если вдруг нагрянут гости. Очень многие были поражены. То есть это говорит о том, что мы столько лет живем в составе Российской Федерации, мы столько лет тесно общаемся с русским народом, с остальными многочисленными народами Российской Федерации, но мы до сих пор еще не познакомились до конца друг с другом. Нам этому мешали и определенные события. И сейчас уже, когда мы находимся на таком созидательном пути нашего первого президента, Ахмад Хаджи Кадырова, у нас есть, наконец-то есть время, чтобы осознать, во-первых, наше место в геополитике, наше место в истории этой страны, и дать возможность другим познакомиться с нашей культурой. Это очень важно. У нас же у меня пара вопросов. Зачем, то есть за такими эмоциями, туристы, на самом деле, зашивающие культуры? На самом деле, в основном, если откровенно, то я отмечаю всегда три направления. Это наши традиции. Очень многим нравится наша традиция. Им нравится отношение к родителям, им нравится отношение внутри семьи, отношение детей к старшим. И они очень хотели бы перенять этот опыт и потом транслировать его у себя в семье. У кого-то получается, у кого-то не получается. Но, тем не менее, они знают, что всегда они могут обратиться к своим чеченским друзьям, и они подскажут в какой-то ситуации, как поступать. И это первое. Второе, это, естественно, красота нашей природы, потому что сейчас мы уже два года над этим бились, и нам, наконец-то, удается сделать так, чтобы люди посещали не только город Грозный, город Феникс, который действительно очень интересен даже с точки зрения архитектуры. Кстати, к нам недавно приезжала целая группа европейских специалистов, которая изучила советскую, постсоветскую и современную архитектуру. Ну, постсоветскую я уже, конечно, имею в виду, во что превратился Грозный в течение двух военных кампаний. И вот уже современной архитектурой, они отмечают, что у нас очень продуманные малые города. То есть у нас очень дальновидное руководство, как они отметили, что они уже сейчас закладывают на перспективу развития больших городов, учитывая, как быстро растет население. То есть это, опять-таки... А, вот я к чему возвращаюсь к мысли. К тому, что сейчас люди не только на город Грозный смотрят, но, наконец-то, выезжают за пределы республики. У нас очень популярны сейчас такие направления, как Биной, очень популярны, естественно, такое направление, как Кизиной, Ам, Аргунского щеля. И вот в скором времени, я думаю, что очень активно будет развиваться Галанчожский район. Если же говорить про природу, это, получается, первая традиция, вторая природа. И третья кухня, как ни странно, на самом деле, мне кажется, уже нет человека, который, единожды посетив Чеченскую республику, не знает, что такое Жижик Галанч, и не рассказывает о Жижик Галанч, допустим, за пределами нашей республики. Это очень показательно, и мы считаем, что гастрономическая тема, тема гостеприимства через стол, она очень важна для нашей республики. И за столом... Дело в том, что вы за столом не приглашаете чужого человека. За столом вам всегда сидит родной, близкий, по душе вам подходящий человек. Поэтому традиция гостеприимства и традиция застолья, это, мне кажется, наша фишка, нам надо ее обязательно развивать. В связи с этим, это все, конечно, так, но мы же не можем отрицать, что некоторые туристы, многие, я бы так сказала, приезжают, чтобы посмотреть, что было и как стало. То есть, именно с послевоенного региона. Да, но я об этом и говорю. Я об этом и говорил, что сейчас большинство туристов раньше приезжало именно посмотреть на город Грозный, который как-то восстановился, на город Феникс. Но сейчас нам удается сделать так, что уже приехав в город Грозный, они получают дополнительную информацию о том, что буквально в 100 километрах находится ВТРК Ведучи, в 110 километрах находится озеро Кизинам, и у них появляется возможность поехать туда. Мы смотрим просто статистику. Это простая статистика, простая математика, скажем так. Мы видим количество ночей, которые проводят наши туристы в гостиницах, и это число постоянно растет. То есть, нам удается задерживать человека на территории республики. Если раньше они проводили максимум день-два, то сейчас мы уже чувствуем, что туристы начали проводить в республике 3-4 дня. То есть, если как только республика отойдет от имиджа поселевоенного региона, нам есть чем задержать туристов? Однозначно, конечно. Нам, естественно, есть чем задержать, потому что у нас непаханное поле, у нас горы прекрасные, нам есть еще куда развиваться. Но мы, наверное, единственный регион, такой туристический активный регион России, который инфраструктурно, на самом деле, подготовился к туризму намного раньше, чем существующие потоки. То есть, уже сейчас, допустим, во всем СКФО нету пятизвездочных отелей. У нас целых два и в одном городе. У нас большое количество отелей, и число их постоянно растет. То есть, мы готовы в любой момент, как только у нас... И, скажем так, это же все-таки политическая ситуация в стране в целом. То есть, когда отношение к России, у мирового сообщества все-таки изменится, когда мир, даже ближайшие наши соседи, европейцы поймут, что все, что им показывают по телевизору, не совсем правда, и немножко надо смотреть через призму, тогда, конечно, я думаю, что сюда хлынут большие потоки, и мы к этому уже готовы. Спасибо. Еще один вопрос. Меня спрашивают часто, есть ли аналог Золотого Тайца России, Чечни. Хороший вопрос, на самом деле. Мы, как республика, наверное, единственный регион, который уже года два говорим о том, что Кавказу необходим единый туристический бренд. Мы об этом говорили и бывшему министру по делам Северного Кавказа, и нынешнему министру. Часто мы это обсуждали с Одесской Савичем Байсултановым, который огромную роль, на самом деле, играет в сфере развития туризма не только Северной Республики, но и СКФО целиком. И мы также обсуждали этот вопрос с руководителями Ростуризма. И, говорит, все идет к тому, что, мне кажется, в скором времени как раз-таки у всего Кавказа будет объединяющий туристический бренд. Мы, как республика, которая очень динамично развивается, казалось бы, зачем это нам, родить там за наши соседей. Но мы как раз-таки чувствуем свое единство с соседями. Мы понимаем, что в единстве с Дагестаном, в единстве с Ингушетией, с Осетией, с Кабардино-Балкарией и так далее, вот наша сила. Потому что нам, каждому из нас, есть что показать. И если бы мы объединили в это в некий большой туристический бренд, то мы смогли бы предложить нашему туристу, а их потом, естественно, будет много, предложить комплексное посещение всего Северного Кавказа. Это, естественно, увеличило бы количество туристов групповых, и тогда все остались бы в плюсе. Северного Кавказа. Северного Кавказа. Северного Кавказа. Северного Кавказа.